В Ангарском городском округе на базе общеобразовательных учреждений заработали лагеря дневного пребывания. В школе номер 17 для организации досуга детей создали отряды профильных смен по нескольким направлениям. На школьной площадке прошло официальное открытие сезона. Первый день в школьном лагере отдыха открылся торжественным исполнением гимна России. Профильные смены распахнули двери для детей, оставшихся в город на летний период. Около 50 учеников с 1 по 8 класс объединили в три отряда по разным направлениям. Медиагруппы, психологическая разгрузка и младшие школьники. Одно из направлений это как раз медийная журналистика. Мы обучаем здесь детей правильно получать информацию, обрабатывать и представлять в соцсетях, пользоваться всеми навыками медийной журналистики, использовать подручные средства, такие как телефон и другие. Психологическая разгрузка у нас для детей, наверное, для того, чтобы понять себя. Потому что многие дети, особенно подростки, они начинают в себе сомневаться, искать комплексы, ну как и взрослые. Поэтому мы будем их учить справляться с собой, улучшать себя. Но может быть они помогут кому-то другому. Всего в Ангарском округе более двух тысяч детей смогут активно и познавательно провести летние каникулы в лагерях дневного пребывания. Для них представлены программы в направлениях культура, спорт, разработанные интеллектуальные площадки и мастер-классы. Для этого в Ангарском городском округе созданы различные креативные пространства. И одним из таких креативных пространств будут, конечно, лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Таких лагерей у нас 21. Лагерь будет работать в июне. И есть креативные пространства, площадок, которые будут работать в июле и в августе. Большое внимание уделяется детям из семьи участников специальной военной операции, а также подросткам, состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. В течение летних каникул они будут участвовать в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, научных семинарах и многом другом. Антон Бархатов, Раиса Сальникова, Олег Левченко. Местное время. Продолжение следует...